В детстве своей неуемной активностью Сергей Бубко доставлял немало хлопот. В трехлетнем возрасте вообще родился заново. Любопытствуя, что засаливается в огромные бочки во дворе, провалился туда. И если бы не наблюдательный старший брат Василий, вовремя поднявший тревогу, уже не дышавшего ребенка, вряд ли бы спасли. В последствии ему случалось падать с деревьев, чудом зацепившись за ветку, и танцевать на ветхой крыше сарая. Можно сказать, его так и тянуло попробовать летать. Маме Сергею этот период стоил немалых хлопот. И именно спорт стал возможностью реализовать неуемную энергию и тягу к полету. И уж здесь эту тягу никто не смел и не желал препятствовать. А вам нравится ваш памятник? А я как-то абстрагирую себя, я не связываю себя с этим памятником. Я, в общем-то, называю это монумент, особенно, и разделяю, что это именно поставили не мне, как человеку Сергею Бубке, а это как спортсмену Сергею Бубке. Поэтому я абстрагирую. Знаете, при жизни я, в общем-то, не был большим сторонником этого монумента или памятника. Пусть будет монумент. Да, как это будет называться сегодня уже. Поэтому я, когда руководство города приняло такое решение, я к этому, знаете... Не по себе было, да? Да, один из инициаторов, в общем-то, как бы инициативу городские власти принес Владимир Ильич Шелученко. В общем-то, он поднял этот вопрос. И потом он пришел и говорит, Сергей, вот как ты к этому относишься? Ну, я говорю, если я откровенно вам, он говорит, конечно, я отношусь негативно. Я этого не хотел бы. Знаете, когда человек при жизни, ему там воздвигают монумент, памятник. Ну, это не по себе. И плюс при моем характере, который, в общем-то, есть у меня. Но как ты согласишься, не согласишься, все-таки должно быть твое решение. Я говорю, я, в общем-то, ну как, я соглашаюсь, потому что я знаю, что сегодня, особенно в то время, в которое мы живем, нашему обществу, нашей молодежи... Нужны герои. Нужны герои. Хотел бы я этого или нет. Таким образом, в интересах своей страны я соглашаюсь с этим. Но это на самом деле так. Я не стремлюсь. У меня достаточно, наверное, есть там и званий, и регалий, и достижений. Я от этого, как уже говорил, наверное, больше страдаю, чем получаю удовольствие. А у вас потом бывало такое ощущение, вот я сейчас подумала, попыталась себя представить на вашем месте. Вот еду я на машине, проезжаю мимо Олимпийского... Ой, там я. Нет, я мог просто проехать там или мысленно, или так, поздороваться и поехать дальше. Но я как бы так вот, как я говорил, что позиционировал и отделял. Поэтому, ну, со временем, наверное, я привык. Потом, когда мне говорили, что молодожены стали не к памятнику Ленина, а ездить и ложить к вашему памятнику. Ну, просто как человеку мне было приятно. Очень ли тяжело жить с грузом национального достояния? Представлять постоянно собой некую страну? Ну, это меня не... Вот именно, как вы ставите, представлять страну, представлять свою нацию, свой народ, мне это не отягощает. Я считаю, что это для меня честь. И я, в общем-то, как горжусь. Я считаю, как любой гражданин, ты должен быть прежде всего быть патриотом. Должен любить свою землю, свою родину. При всех тех сложностях и трудностях, которые существуют. Я больше люблю и мне приятнее оставаться в тени. Да, я люблю делать свое дело хорошо. Я хочу добиваться высоких результатов. Я занимаюсь спортом, всегда стремился быть победителем. Поэтому, да, в этом плане, да. Но в остальной части, как бы, хочу и пытаюсь отходить по возможности. Да, на задний план. Это интервью сплошной сюрприз. Не знаю, чего я ожидала. Может быть, некая сдержанность или проявление звездности. А получила в ответ уникальную доброжелательность, искренние размышления над ответами на мои вопросы и очень приятную честность. Когда вы влюбились первый раз? Влюбился первый раз? Я не знаю, в начальных классах там тоже помню влюблялся. Это... Вы помните эту девочку? Ну, я помню, конечно, в кого влюблялся. А полюбили когда первый раз? Ну, полюбил я по-серьезному свою супругу. Как вы поняли, что это любовь? Ну, когда общался, когда встречался, уезжал, то, в общем-то, и скучал, и много думал, как о человеке. Я познакомился с Лилей в декабре месяце 84-го... нет, 83-го года. После того, как стал первым чемпионом мира в прыжках шестом в Хельсинки. В декабре я познакомился, а мы расписались с супругой 6-го октября. Как вам кажется, любовь проходит вообще? Ну, я думаю, настоящая любовь не проходит. Наверняка ведь успех ваш и некие ваши личные качества притягивали к вам много женщин. Это досаждало вам? Нет. Я всегда иду своей дорогой, иду своим путем, придерживаюсь той позиции, которую я считаю, что она правильная. Поэтому в этом плане у меня проблемы, чтобы меня там досаждали или там атаковали. Меня это не обременяет. Слушайте, а у вас есть какая-нибудь фраза для автографа, которую вот вы когда-то нашли для себя и вот так всегда и пишете? Нет, ну, несколько вариантов есть. А что вы пишете? С наилучшими пожеланиями, там, на добрую память, с уважением. Где-то, ну, такие более традиционные, как бы стандартные. Или просто для кого-то. А вы сами когда-нибудь у кого-нибудь брали автограф? Ну, конечно. У кого? Не, ну, я у многих и в Марадону брал, и там, у Самаранчо брал. И как-то я пытался собрать для детей коллекцию, чтобы у них была коллекция известных людей, известных личностей, спортсменов. У меня есть и Пиле, и Джордана есть автографы. Ну, разных людей, с которыми я в жизни общался, пересекался. И президенты есть. И автограф Жака Ширака, и там, его ручка есть. Есть автограф Путина. А вам когда-нибудь бывало, стыдно это громкое слово, горько за свою родину? А вы знаете, ну, много вопросов, которые беспокоят. Но в любой стране, где бы ты ни жил, здесь, как бы, я уже исхожу из своего опыта, из того, что я видел, то, что я слышал, то, что я, как бы, пытался узнать. В любой стране есть свои проблемы, свои есть трудности. Вы знаете, если поездить по миру и посмотреть, то в большей части земного шара люди живут намного хуже нас. Для этого нужно съездить в Индию, посмотреть, как там люди живут. Нужно съездить в Африку. Вот я приехал буквально два дня назад, я прилетел из Африки. Посмотреть, как там люди живут. Что у них, какие условия жизни. Когда я попал первый раз в Индию, для меня это был шок. Я не мог просто выступать. Я прилетел поздно вечером, и на следующий день у меня были соревнования. Мы планировали еще два дня оставаться. За 30 минут, пока я ехал на стадион после обеда, я испытал такой шок, в каких условиях живут люди, то, что я видел. Я просто, мне было больно, я не знал, как мне выступить. Приедя на соревнования, я сказал своему менеджеру, мы улетаем сегодня вечером. Я не могу просто оставаться, мне больно. Ваши первые выезды за границу, они сопровождались какими-то попытками вербовки? Я совершенно серьезно. А это бесполезно со мной. Я же вам сказал, что я люблю свою родину, и родину не выбирают. А видя мир... То есть пробовали все-таки? Нет, может кто-то и пытался где-то что-то... А оставайтесь у нас, у нас здорово. Не, ну может какие-то там намеки, какие-то такие, знаете, в прямой форме этого не было. В дни августовского путча 91-го года Сергей Бубков летал на чемпионат мира в Японию. 20 августа навстречу автобусу, везущему спортсмену в московский аэропорт Череметьево-2, по ленинградскому шоссе шли танки, перемалывая гусеницами асфальт. По прилете в Токио Сергея Бубков попросили первым выйти из самолета. Его уже ждали журналисты, требуя комментариев. «Что у вас происходит? Уже есть первые жертвы». Он не мог ничего ответить, он сам ничего не знал. Подготовка к соревнованиям проходила в самых неблагоприятных условиях. Бубка смотрел CNN, пытаясь разобраться в происходящем, а тем временем из Союза к нему не выпускали семью. Он не знал, что ждет его по возвращении, и понимал, что к человеку, несущему новые ценности и новый имидж, система вряд ли будет благосклонна. И тем не менее был готов рисковать, не было даже мысли о том, чтобы не вернуться домой. К слову, тогда в Японии Бубков выиграл третий чемпионский титул подряд.